Сегодня у нас в гостях не просто человек с большой буквы П, его называют ПЭКС. Так это или не так? Это так. Одно из двух, либо да, либо нет. 50 на 50. Процентаж есть, и он великий. Мы благодарим Павла за то, что ты пришел. На здоровье. Давай, веди программу. А чего ж я? Куда я везти? Она сама куда-то идет. Все верно. Мне нравится той посылки. Свою реку. Так, пап, давай. Не больно ты еще, Лешкин, так стучишь. Я, честно, ну мне просто понравилось, вот как Саша хлопает, и я тоже. Так, дорогие граждане, все, кто смотрит нашу программу, во-первых, мы вас приветствуем. Мы начинаем. Добрый путь, ПЭКС. Представьте вот на эту камеру, пожалуйста, крупным планом сейчас для вас музыка. Меня зовут ПЭКС. Мы с Никитой давно знакомы. Помню вот таким, когда я был еще. Как у нас программа называется, Никит? ДВР. Диванчик вопросов от родителей. Ну, как вы видите, друзья, у нас сегодня… От моих родителей будут вопросы? От всех. Вообще у нас много было вопросов, много… Вот, у нас на самом деле есть родители, и ты в том числе родитель. Может, у тебя есть как раз-таки… Смотри, у нас программа очень свободная. Абсолютно. Как ты видишь, я с мысленно мыслью переключаюсь. Ты можешь сейчас… Мы можем сделать эту программу исключительно посланием на будущее, вопрос с твоим детям. Хочешь, так сделаем? Есть варианты? Нет. Тогда, конечно, хочу. Давай. Какие вопросы у тебя уже есть… К моим детям? Да. Они уже зрелые. Ну, они такие из разделов, там, почему под ногами везде еда, песок, игрушки, боль и все прочее. Ну, на самом деле вопросы чисто бытовые. Вопросы из раздела, там, почему это не лежит на месте, почему везде разбросаны игрушки, почему я вхожу, мама ругается словами о том, где пульт от телевизора или где мой сотовый телефон, почему он разбит. Вот, такого плана вопроса. Интересно. Я так понимаю, как минимум ты ребенок верующих родителей. Так ли это или не так? А как ты это понял? Знаешь, что такое пророческий дар? Ты вопросом на вопросы отвечаешь. Как будто бы у нас с тобой схожие корни. Есть такое? Расскажи, как ты косячил вот в школьные годы? Ну, начиная от того, что я вообще не слушал учителей, не ходил ни на какие занятия. Для меня занятие, основное время в школе, это была перемена со своими друзьями, где мы просто умирали от смеха. Не было ни наркотиков, ни каких там психотропных вещей. Мы просто хорошо шутили. Да, да, да. И просто смеялись. Я никогда не могу понять, зачем людям нужно что-то, помогающим людям веселиться, когда я вот просто, мы там можем, я не знаю, над карандашом умирать два часа. Помазание. Ну, не знаю про помазание моих неверующих друзей вообще, есть ли помазание у неверующих, вот там теологический вопрос на сегодняшнюю домашнюю группу. Помазание неверующих людей, да. Но, к сожалению, к сожалению, родители не гордились мной, когда я был в школе. Почему? У меня были только оценки три, двойка тогда в то время не ставили, не было ЕГЭ, жизнь реально была проще. Можно было много денег наличных с карты с ним, ой, это не про то. Не было двоек, не выгоняли особо из школы, вот так вот что прям, потому что в первую очередь пятно на школу было. И были все тройки. Вот у меня, например, были все тройки. То есть худшая оценка из тех. Да, и пять по английскому. И все. Почему? Почему? I don't know. Реально. Потом произошел очень важный момент. В девятом классе я поехал на энкаунтер. И вот энкаунтер в моей жизни на самом деле не только вот на серьезные отношения с Богом повлиял, еще на что-то. Так произошло в моей жизни, что я учился только до девятого класса, и сейчас все скажут, о, боже мой, в шарагу пошел, спасибо за поддержку. Но после энкаунтера, который как-то вот повлиял на то время, пока я был в школе, на то, чтобы я все переоценил, и я пошел в колледж. На учителя иностранных языков. Вот тогда. Поскольку на бухгалтера я не поступил, я бы сейчас мог быть бухгалтером. Это было бы шикарно. Я был бы, наверное, первый в истории парень-бухгалтер. В группе реально было 29 девчонок, я 30-й бухгалтер. Меня, в общем, не взяли. Я просто не знал, что делать в своей жизни. Вот, короче, я не попадаю на бухгалтера, и в последний момент иду на учителя английского. В это время я съездил на энкаунтер, и как-то все так бам-бам-бам изменилось. Я на поступлении. Вот, представьте, уровень моей подготовки к учебе. Я на поступлении узнаю, что учиться не 3, а 5 лет. Собираюсь уйти. Мне родители говорят, сел. Я сел и 5 лет отсидел. И закончил с красным дипломом. И вот с того момента как-то все начало в жизни меняться. И я это связываю именно с энкаунтером. Как-то вот с Господом всерьез познакомился, и все начало по-другому. Я как с чистого листа ночью. Расскажи, как он проходил в то время. Что это было за время? Чем это отличается от энкаунтеров, которые сейчас есть? Ну, от энкаунтеров, которые сейчас есть, наверное, ничем не отличаются. Не знаю, очень много энкаунтеров других проходит. Но, по сути, это 3 дня. По-серьезному мы постимся. Прям ничего не ели. И в подростковом возрасте все же такое с фанатическим оттенком. То есть, я там не ел, резко встаешь, сознание можно потерять. Глазок темнеет. Но нет, только вода. Вспоминайте лучшие годы, друзья. Да, это христианство. Это взрослое христианство. И серьезно молились о том, чтобы Господь с каждым из нас прям серьезно поговорил. Лично встретился. Потому что энкаунтер – это от слова «столкновение». Как бы столкновение с Господом. Твоя жизнь должна перевернуться, трансформироваться, стать другой. И вот именно это произошло. Я вообще этого не ожидал. Что удалось тебе найти там на энкаунтере? Я понял, что Иисус вот конкретно обо мне думал, когда умирал на кресте. И в этот момент появляется серьезное отношение и к греху, и к любой молитве, и к проповеди в церкви. Я на проповеди в церкви там мог просто встать, уйти и гулять с друзьями. Там сидеть там, не знаю, в буфете что-нибудь есть. А потом появилась серьезность и понимание того, что я несу свет в этот мир. Это сколько, напомню, тебе было лет? Что-то в районе 14, когда в девятом классе учиться. Сильно. Что-то такое. Ну да. Может 15-16, не знаю. Одно из двух. И, собственно, вот, все начало меняться. Все начало по-другому происходить. Мне даже как-то один день доверили проповедовать на молодежном служении. Я дико боялся, меня трясло. С тех пор почаще стали звать на молодежном служении проповедовать. Видимо, получилось. Я не знаю, что это такое. Потом домашняя группа появилась. Ну и все-все-все-все-все. И взрослая жизнь вроде как так, как надо. Твои дети сейчас, что ты видишь, может быть, по характерам? Если они смотрят. С характером надо работать. Характер такой, что в жизни много придется пройти. Непростого, Господь будет как-то работать. Ну, характер непростой. У нас вообще ни у кого в семье характера простого нет. Кто знает людей из нашей семьи, ну, такое, да. Хорошая семья, замечательная. Ну, нужно осторожно. У нас рубрика есть «Знание Библии». Я знаю, ты иногда практикуешь. Знание Библии? Ну, иногда и знание. Бывает такое вообще? Практикуйте я знание Библии? Да. Давай, я сейчас узнаю. Как звали молодого человека, который просил Бога наполнить его руно росой, но землю оставит сухой? Такое чувство. В первый раз это место прочитал. Как же этого парня звали? Я помню, там, шерсть стилела. Вот сейчас, вот с именами у меня реально с именами проблемы. Если бы я его в лицо видел, я бы сто процентов его узнал. Вот прямо он сейчас бы зашел, я сказал, чувак, я тебя видел. Но с именем вообще проблема. Точнее, Гедеон. Где он, Гедеон? Ну, вообще, обычно я читаю ответы. Я ассоциации свои делаю. Я обычно читаю ответы, да. А мне тогда что делать? Ты вопросы-ответы ждуешь? Да, четыре варианта. Так там было четыре варианта ответа? Да. И все правильные? Вполне вероятно. Так, ну хорошо, ладно. Интересная игра, поехали. Должно издеваться надо мной. Смотри. Давай. С чьей женой Давид имел связь? Нафана, Саула, Иова или Урии? Много стратных ответов есть и вопросов. Ты можешь все сейчас. Почему именно этот эпизод из Библии разбираем про связь Давида с женой Урии? Ну, допустим, это было с женой Урии. Хоть я ничего сам не видел, ни в коем случае нет. Только читал. Кто из этих мужчин не был брошен в пылающую печь? Подожди, не был? Не был. Там сейчас все брошенные в печь будут, а один не брошенный в печь? Ну, вероятно. С ума сойти, это шикарно. Седра. Такое чувство, подожди, для людей, кто первый раз Библию вот слышит от нас, это как будто Библия про сжигание людей. Что там людей через одного в печь бросают. А сейчас надо назвать хоть одного, кого не бросили. Ну, давай. Мисаил, Даниил или Азарь? А, не бросили в печь? Нет. Вроде Даниила не бросали в печь. Какой рост имел Голиаф? Рост? Рост. Рост Голиаф какой имел? Да. Ты застал то время, когда на улице к тебе могли подойти люди и задать вопрос про музыкальную группу, майку, которую ты носишь? Типа, сколько лет был солисту группы Продиджи, когда он спел какую-нибудь песню? И если ты не знаешь ответ, ты должен был отдать майку. Нет. Не застал это время? Нет. У нас было такое время, конечно. Нижний Новгород победнее местечко. У тебя там рост Голиафа, да? Да, да, да. Я думаю, мне сейчас придется отдуваться, если я не знаю рост Голиафа. Ну, возможно и так давай. Мне кажется, это отличный формат. Рост Голиафа? Ну, я ничего от Голиафа не смогу отдать. 9 локтей и 5 дюймов, 9 футов и 3 локтя. Стоп, стоп, стоп. Это метрическая система измерения локтей? Нет, локтевая. С 5 дюймами и дюймами. Локтевая система измерения. Просто в США я не помню, чтобы локтями пользовались помимо дюйма. Там были футы. Слушай. 9 локтей и 5 дюймов, 9 футов и 3 локтей. А сколько дюймов один локоть? Я прошу прощения. Если бы я знал, что это, я бы тебе эти вопросы не задавал. Я просто думаю, давно ли мы локти дюймами начали? Так если бы ты дослушал, ты бы понял, что это подсказка тебе. А, так это еще и помогает мне как-то. Супер, поехали. 9 локтей и 5 дюймов, 9 футов и 3 локтя, 8 футов и 7 дюймов. 6 локтей и 4 пол локтя. 6 локтей с 5 дюймов. Еще и 5 появилось. С ума сойти. Тут уже много неизвестных. Там что-то с 5 дюймов. Хельмова 5. Нет, 6 локтей с 5 дюймов. Я так и думал. Учите Библию. Это был отличный разговор. Спасибо. Даже более того, он был великолепный. Хочу попросить тебя дать самый важный жизненный совет, который ты мог бы дать вообще любому зрителю, который нас смотрит. Может, нас переключили специально на конец, чтобы услышать этот совет. Что это было бы за совет? Я бы дал совет той камере не давать советов, пока их у вас не попросят. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok